Привет, дорогие мои! Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Silent Hill Down Pur. В последней серии мы, судя по всему, покончили с этим монастырем, покончили с бугименом. Что самое главное, теперь мы в кромешной темноте, и я так понимаю, что нам нужно убираться отсюда. Если бы мне кто-нибудь дал аптечку, я бы его, честно говоря, расцеловал бы просто. Потому что со здоровьем у меня, ну, натурально на один удар. Потихоньку давайте тут посмотрим, может, что есть хорошего. Ничего нет, это печально. Сейчас я планирую в этой серии выбраться в город и попробовать поискать разнообразные сайт-квесты. Ой, как темно. Я в канализацию попал? Супер! Я-то думал, я выбрался. А проблемы-то, похоже, только начинаются, да? Хорошо. Что может быть лучше, чем новые проблемы? Особенно, когда столько жизней. Господа, позвольте мне выбраться наружу. Я не хочу умирать в этом богом забытом месте. Все-таки мне сдается, что это выход. Но я бы не стал загадывать. Потому что, ну вот, посмотрите. Ну что это такое, а? Я немножко не понял, но мне стало не по себе, когда я прошел через эту пелену. Аптечку, пожалуйста, хоть одну. Так, ладно. И, похоже, мы таки выбираемся. Так, супер! Где мы находимся? Ну, мы находимся в городе, это меня радует. Так, как мне теперь выбраться в город? Я хочу попасть куда-то вот сюда. Тут у нас полицейская станция. Кинотеатр где-то рядом. Вон мой театр. Ой, ну не спускайся, блин. Тебя можно остановить? Нет. Ох, я же просто повернул камеру. Ну, я даже тебя не поворачивал. Я камеру повернул. Ой, только не вы. Надо что-то решать с этими... Да твою мать, ты... Я вперед нажал. Какого хрен ты... Управление. Ты меня огорчаешь. Пройди вперед, Мерфи. Так, какую сторону мне было бы лучше пойти? Да тут, по-моему, без разницы, в какую сторону. Не пойди. Кажется, примерно так. Вот тут подсвечено, возможно, тут что-то есть. Нет, тут только мусор. До свидания. Чуть-чуть здоровья, пожалуйста. Так, ладно. Это, я так понимаю, дорога к монастырю? Нет. Если я сейчас встречу врагов, я буду от них убегать. Это будет не трусость, это будет желание выжить. Так, сюда мы не проходим, ни в коем разе. Лопата нам тоже не особо нужна, топорик он получше. Как и камешки. Пусть сами своими камешками пользуются. Так, где я нахожусь вообще? Примерно понятно. Игра, ты еще, пожалуйста, не тормози, вот это тоже будет очень приятно, если ты не будешь этого делать. Я, кстати, понял, где я нахожусь. Сейчас мы... Так, а сюда мы не сможем свечку вставить? У нас же были свечки? Или они потратились уже? Уже потратились. Ну ладно. Где-то тут курсируют эти машинки. По крайней мере, я понимаю, где я нахожусь, и это уже прекрасно само по себе. Так, ладно, выходим туда. Там у нас, собственно, Багор. Кинотеатр. И, насколько я помню, в последний раз был Чак Норрис. Так, ну сейчас мы идем... Багор нам особо не нужен в том месте, куда мы идем. А вообще он вот тут вот у нас был. Но теперь его тут нет. Ладно. Так, вот здесь у нас находится тот самый дом, где мы нашли дробовик. Его там уже, наверное, не будет. Но там у нас, по словам подписчиков, где-то здесь находятся лампы для кинотеатра. И после этого мы сможем пойти уже как раз-таки в кинотеатр. Так, пикап. Вот и лампа. Отлично. И мы сохранились. Так, что еще мы тут можем поднять? Я из-за этого света ничего не вижу. Багор. Багор это хорошо, конечно. Так. Манекены. Со здоровьем, я так понимаю, улучшение не предвидится, да? Хорошо, сейчас мы идем в кинотеатр. Попробуем там что-то. Что-нибудь сделать. Интересно, какой там код. Мне так и не сказали, но я, в принципе, и сам бы не хотел это узнавать из комментариев. Я бы хотел догадаться до этого как-то из игры. А если игра не позволяет до этого додуматься, то, видимо, нам этот код не сильно-то и нужен. Так, хорошо. Так, хорошо. Вот здесь, вот в этом доме, вон окно светится. Там мы... У нас был дом с привидениями. Так, а там у нас пришла одна из этих мадам. Подожди, дверь закрыта, что ли? Ну, пожалуйста, только не поступайте так. А, все, отлично. Хорошо. Так, молот. Молот мне, наверное, пригодился бы. Вот у нас кинотеатр. Вон, давайте с кинотеатром попробуем разобраться. А с остальным уже потом посмотрим. Кстати говоря, вот эта комната, которую, вы помните, тут рядом была. Я говорил, что это апартаменты, а они, к сожалению, закрыты. Это не апартаменты, оказывается. Это были просто похожие помещения. Так, здесь, я надеюсь, никого не появилось, потому что последний раз, когда мы тут были, а тут было безлюдно. Только шептал кто-то противно всякие гадости. Да. И вам не кашляйте, кто там шепчет. Как же тут темно. Это, по-моему, самое темное место в игре. За исключением того места, с которого мы стартовали эту серию. Там вообще было низги, не видно. Так, я что, не туда пришел, что ли? А, здесь мы взяли пленку, да. Ох, как темно, как темно. Так, вот закрытая дверь. Сюда мы вставляем эту лампу. Хорошо. Это нам поможет. И теперь. Сохранение. Это прекрасно. Если мы умрем, то мы сейчас с этого места начнем. Так, теперь. Дом на озере. Давайте посмотрим. Я так понимаю, выходить надо. Экран. Выглядит настоящим. Так, ладно. Офигеть. Офигеть. Сайд-квест в этой игре, это, по-моему, произведение искусства настоящий. Так, машина. Озера не видать пока. Я думал, будет что-то похоже на... Озеро... Калдрон... Из Алана Вейка. Мерфи, тебе так тяжело, я вижу. Так, подожди. Мячик брать не хочешь, значит. Так, может, ты сможешь в дом отсюда пройти? Нет, тут ты буксуешь почему-то на ровном месте. Камера. Ты меня расстраиваешь. Самое главное, конечно, что меня расстраивает, это... Вообще, такое ощущение, вот как будто играешь в какой-то... Я не знаю, Resident Evil 1-й, 2-й, с пререндерными задниками. Тихо. Что-то тут не в порядке все как-то. Аптечка, пожалуйста. Тут у нас полтергейст, похоже, завелся, что ли. Слушай, а мы в этом доме были уже? В предыдущей серии? Когда мы бежали помогать Чарли, дом был очень похож на этот. Отлично. Так, эта дверь и эта дверь. Эта дверь открывается, а эта дверь тоже открывается. Только не хочет она открываться нормально. Так, сдернем унитаз. Это умер в такой фетиш. Что у нас в кладовке? Шикарно. И все, что ли? Блин, дайте аптечку, пожалуйста. Блин, как тяжело открывать двери. Сейчас вот я нажимаю налево, дверь не открывается. Нажимаю наверх, дверь потихоньку начинает открываться. Но теперь камера сменилась, и мне нужно нажать вниз и вправо, чтобы дверь продолжала открываться. Это, по-моему, прекрасное управление открыванием дверей. О, наконец-то у нас появился свободный обзор. Так, это что у нас за ручка? Ручка это хорошо. Давайте осмотримся сначала, потому что я ее сейчас возьму, и что-то может нехорошее произойти. Так, вроде больше ничего нет. Крутилка. Для чего она нам может подойти? Скорее всего, опять для патефона какого-нибудь, да? Так, ну-ка подожди. А вот тут? Не открывается? Нет. Хорошо. Лен Мерфи, не острою, пожалуйста. Так, жмем вниз. Выходим. Куда эту крутилку можно пристроить? Супер. Это дверь. Так, я не понял, мне чего на выход, что ли? А так, вон и есть там какой-то странный, не особо хороший вход, куда я не хочу входить. Но, по крайней мере, блин, камера... Ну, не сходи с ума, пожалуйста. Мерфи тяжело. Мерфи весь изрезан. Мерфи теряет кровь. Так, что это нам дало вообще? Я не понял, мне назад надо выходить или в доме еще что-то нужно сделать? Тут больше ничего. Блин, на втором этаже как-то не очень так хорошо окно открыто. Если оттуда сейчас кто-нибудь выглядит, я открою кирпичный завод. Так, давайте еще раз посмотрим, чтобы наверняка быть уверенным в том, что больше тут ничего нет. На второй этаж доступа нет. Тут двери у нас хлопают. В этой двери ничего нет. Тут у нас склад. На этом складу точно нет ничего. И туалет. Ну, в туалете тоже ничего нет. Возможно, он там что-то. Нет. Мерфи, открой, пожалуйста, дверь. Теперь вниз у нас открывать дверь, да? Ладно. Так, но больше я тут пока ничего не нашел. Камера себя ведет безобразно. Ладно бы просто камера себя так вела, но каждый раз меняется управление, то есть направление, куда двигаться. И вот это вот уже довольно-таки критично. Если сейчас начнется какая-нибудь катавасия, что на меня кто-нибудь накинется, меня из-за этого просто могут убить. Потому что ты жмешь вперед, чтобы он бежал, а оказывается тут надо жать там назад и влево. Так, давайте еще раз с машины попробуем. Может, мы машину сейчас можем, движок и покрутить. То есть как стартер. Нет. Тут вообще ничего нельзя использовать. Так, ну хорошо. Мы можем выйти обратно из картины. Ладно. Блин, надо сказать, это довольно жутковато. Давайте попробуем другую картину теперь. Короче говоря, какого-то финала в них, похоже, нет. Нужно собрать с них вещи, а потом уже что-то произойдет. Так, это был дом на озере. Теперь секрет. Атик. Атик, это у нас что? Блин, ну дайте здоровье, Эррады. Это же не очень хорошо, по-моему. Что такое Атик? Не помню перевода, на языке вертится. Это не чердак? Похоже, чердак. Так, нам туда похоже. Блин, ну не надо было выходить. Я надеюсь, по... Блин, ну отпустите меня обратно. Ну что ж такое? Так, давайте по новой зарядим. Сейчас узнаем, что у нас на чердаке. Ну ладно, давайте твой чердак мы оставим на потом. А сейчас мы пойдем по третьей пленке. Так, давай открывай. Тихий ребенок. Тихий ребенок. Здесь ничего, что я их не по порядку прохожу. Хотя, по какому порядку? Они тут у меня лежат на таре, просто как я их собрал. А так, порядка особого нет. Можно хоть как их собирать. Какое-нибудь подтверждение хоть делали бы, что, мол, хочешь выйти обратно или не хочешь? Потому что просто хотел осмотреться, и у меня в результате персонаж вышел из этой пленки. 24. Лестница наверх. По ней можно подниматься? Нет? Нет. Так. Что, нам тут картину применять, что ли? Да нет. Может поджечь? Нет. А, сюда нужно будет что-то из этих пленок взять и принести, похоже, да? Так, подожди, я же там брал крутилку, где она? Не понял. Так, ну запомним, что сюда что-то можно применить. Пока что полное непонимание, что тут делать. У нас детские мячики, опять же. Похоже, что все эти картины связаны какой-то... одной историей, что ли, я не знаю. Так, ну там у нас выход. Блин, я не знаю, честно говоря, ребят. Туда нужно что-то применить, но, похоже, все предметы, которые ты собираешь, они остаются, собственно, в той картине. Потому что мы брали же эту крутилку, а ее нет. Опять же, кровище на полу. 24. Так, что еще тут нам может быть полезного? Втором раз уж обойдем. Ну, ничего тут нет. Уф, так, давайте подумаем. Тут у нас книги. Что мы можем делать с книгами? Ключи явно мы сюда не можем вставить. Картины тоже сюда не лезут. Монетки тоже. Ну, фонарик, естественно, сюда не лезет. Значит... И не знаю, что это значит. Давайте выходить тогда, что ли, потому что я тут больше ничего не вижу. Так, блин. Камера бы была свободна, это было бы гораздо все проще. Ладно, давайте посмотрим тут теперь. Секрет чердака или чего-то там. Там была цифра 24. Но такой простой код определенно не может быть на этом кодовом замке. Но, тем не менее, давайте попробуем. Конечно. Он четырехзначный тут вообще. Так, картина третья. Давайте теперь рассмотрим все тут. Главное, опять не выйти случайно. Ну, это, по-моему, круто, конечно. Единственное, но, то, что это загадка. Загадку у нас не особо зрелищно получается разгадывать. Не особо зрелищные моменты, короче говоря. Так, что мы тут имеем? Тут у нас следы крови. Я так понимаю, подсвеченные разнообразные интересы придут. Тихо. Там что-то шевелится вдалеке. Это у нас генератор, что ли? Или что это такое? Ага. Следы коляски, опять же. Эти номера что-то значат? Какие номера? Кто-то видит номера? Номера. Так, ну-ка, подожди. Какие нафиг номера? Блин, я все меньше и меньше понимаю. Что мне тут делать? Какие номера? Где номера? Я не вижу номера. Там было 24. Тот номер я видел. Остальные. Так, чтобы это открыть, нам нужно что-то сначала получить. Короче, эта серия будет головоломная такая, по большей части, без экшена. К сожалению, я не увидел номера. Если бы я увидел еще два номера, я попробовал бы подобрать их к тому кодовому замку, который у нас находится в комнате с кинопроектором. Но я не вижу номеров. Просто не вижу. А, вон один, что ли? Да, единица вон. Так, ну-ка. Ух, я не понимаю. Единица тут. Хорошо. Хорошо. Я так понимаю, мне нужно возвращаться. 24, 1. Или там 27 было. И давайте-ка вот по-новому в тот дом, что ли, вернемся. Я не знаю уже. Это, конечно, прикольно, что все эти локации здесь. Но я просто не понимаю, как они друг с другом связаны, что мне тут делать. Сейчас мы пойдем по-новой туда же. Просите, если эта серия не насыщена событиями. Но, как говорится, просили, получите и распишитесь. Так. Дом на озере. В доме на озере мы берем какую-то крутилку, которую применить нигде не можем. И когда выходим, она пропадает. Следовательно, где-то ее там можно применить. Новый вопрос. Где же именно ее там применить, если мы все там излазили и применить ее натурально было негде. Так. А теперь крутилку у меня нет или мне ее по-новой брать? Крутилка у меня нет. Мячик выпадет? Нет, по-новой? Нет. Мы якобы тут уже были. У машины точно нет тут какого-нибудь Open Inventory? Нет. Может, сзади? Я что-то туплю. Нет. Постараемся излазить все, что можно. Почтовый ящик, возможно, эта крутилка открыть. Тоже нет. Лично. Мы в тупике, господа. Сюда мы не пройдем. Нет, не проходим. Но пойдемте в дом по-новой разбираться. Мерфи, открой дверь, пожалуйста. Ну, хоть ты надо мной не издевайся. Так, нажимаем влево. Не открывается. Нажимаем вверх. Туго, но что-то получилось. Так, вот у нас крутилка. А тут у нас что такое? Я не знаю, может тут какой-нибудь патефон спрятан. Да что ж такое-то. Так, ладно, выходим. Тут у нас натурально ничего нет. Открываем. След ведет в стену. А это номер? Это девятка? По-моему, это девятка. Так, 9, 1 и 24 и 27. Давайте-ка попробуем на самом деле. Если сейчас не получится то, что я думаю, то есть эту дверь открыть наверху, то я пока выключу записи, пока не догадаюсь. Буду тут тупить. А потом уже, чтобы вам просто результат показать. Потому что я просто не понимаю, что тут нужно делать вообще. Номера, конечно, у меня есть, но зачем все остальное? Тут это вот, это по-моему. Вот это вот, да. Это да. Так, 9, 1. И там то ли 24, то ли 27. Сейчас в разных последовательствах попробуем их. Допустим, 9, 1, 24. 1, 9, 24. 24, 1, 9. Код 9, 24, 1. Дверь открылась. Я методом случайного подбора это сделал. Буквально ушло где-то секунд 20 после того, как я выключил запись. И что у нас тут ему есть? Так, мне нужны все три пленки. Чтобы сюда поставить, что ли? Для чего? Что тут вообще? Я опять вот ничего не могу применить. Так, пленка, давай. Я тебя заберу, пожалуй. Подожди. А что если я их соединю вместе? Отлично. Так. Что у нас в итоге за монстр получился? Отлично. Пойдемте посмотрим. Надеюсь, там не будет монстров, потому что... Ну, я уже не буду это еще раз повторять. Потому что я при смерти. Один удар, и я труп. Сколько у меня жизни-то? Жизни у меня 40%. Два удара, и я труп. Ладно, как бы там ни было. Так, что мы имеем в итоге? Тот самый дом. С машиной ничего. Мячик по-прежнему не выпадает. Я так понимаю, сейчас я беру по новой... Крутилку здесь. Так, хорошо. Доступа на второй этаж так и нет. Так, у меня эта штука с собой. Нет, по новой придется брать. Блин, да открывай-то дверь. Открывай-то дверь. Как-то это, короче говоря. Берем крутилку. Что она нам дает? Теперь, возможно, там, где у нас показывало, что волокли коляску, открывай-то дверь. Ну, вот что за проблемы со дверями постоянные? Так. Так. Теперь, возможно, у нас вот здесь, куда тащили коляску. Да, теперь у нас тут дверь. Что тут мы имеем? Тут у нас была книга, на которую что-то нужно было применить. Скажем, вот это. Ага. Это у нас какая-то шкатулка. Блин. Крутишь шкатулку, Мерфи. Ну, что ж ты, пендал там-то такое? Что ж ты за... Клоуны. Так, тут у нас ключ. Этот ключ позволит нам забраться наверх вот по этой лестнице, которая раньше была недоступна. Ну, то есть, забраться-то и без нее мы сможем, но там у нас теперь будет ящик, который мы сможем открыть. Да, я правильно понимаю? Ну, в итоге, короче говоря, все довольно-таки просто получилось. Так, хорошо. Ооо. И это приз? Он что, золотой, что ли, я не понял? Или просто при этом освещении мне таким показался? Нет, смотри, на самом деле. Как в кино написано. Так, ладно. Берем свой багор. Он нам пригодится еще в следующей серии. Если тут сейчас какая-то бабайка не попрет. Так. Тихо. Тихо, отвяжись. Я не хочу с тобой драться. Блин, Мерфи, ну что ж ты делаешь-то? Мерфи, Мерфи. Еще патрона на нее тратить не хватало. Ой, ну с тобой-то я тем более драться не хочу. Мерфи, открывай, пожалуйста. Валим. Валим. Или, может, мне для завершения квеста их нужно убить? Сомневаюсь, честно говоря. Так, все, просто уходим. Еще бы аптечек мне дали. Так, Петрович. Петрович, ты не против, если я просто пройду? Все похоже. Я надеюсь, в кинотеатре сейчас никого не появится. Игра еще зависла? Нет. Мы просто получили приз. Ну что? В принципе, квест был довольно интересный. Я думал, конечно, в конце будет какое-нибудь вознаграждение сюжетное, чтобы понять, что там вообще происходило. Но как бы там ни было, это было довольно-таки любопытно. В следующей серии пойдем по другим сайдквестам, попытаемся там еще что-нибудь открыть эдакое, интересное. Могу сказать, что это было круто, хотя, конечно, пришлось попариться, и в результате вся серия была, собственно, на разгадывании этой головоломки. Но это было круто. Так что увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok